Всем привет, уважаемые болельщики! Сегодня в общий прокат выходит картина «Тренер», в съемках которой принимал участие наш футбольный клуб. И сегодня у нас общекомандное мероприятие. Мы в торговом центре «Акварель». И идем сегодня на примерный показ. Ждем картину с большим нетерпением. Надеемся, что фильм понравится нам и, конечно же, всем вам. Я думаю, что фильм будет интересен. Сегодня собралась вся команда, в том числе и тренерский штаб. И вот в такой неформальной обстановке хотели посмотреть фильм все вместе, пообсуждать, пообщаться. Тем более, мы все знаем, что наша команда принимала непосредственно участие в снятии этого фильма. Самарыч, как раз о снятии нашей команды в этом фильме, по сценарию. Раскроем небольшой секрет. Тамбов обыгрывает главную команду «Метеор 4-0». Наверное, таких же результатов и в реальной жизни ждете? На самом деле, все болельщики, и я в том числе, жду, конечно, команды самых лучших результатов. Но мы понимаем, что в этом году перед нами стоит задача, губернатор поставил задачу. Это попадание в переходные, в перестыковые матчи. Мы должны попасть в четверку. Задача очень сложная, потому что соперники очень сложные. И мы понимаем, что чудес не бывает. В таком спорте, как футбол, есть такая простая закономерность. Порядок бьет класс. Тут не получится импровизировать. Тут надо полностью выкладываться, создавать четкую инфраструктуру. Начиная от тренировочной базы, ну и заканчивая всеми другими процессами. Восстановительными, реабилитационными, трансферами, которые будут продуманы на год вперед. Это очень важный аспект, в котором нам надо очень много работать. Также одним из самых аспектов является непосредственно футбольное поле, наш стадион. Слава Богу, с освещением вопрос на данный момент решен. Сейчас заключен контракт на поле, на футбольное. И третьим этапом, конечно же, будет эта реконструкция трибун. Если нам удастся четко собрать этот пазл и увидеть эту картинку, тогда будем приступать к дальнейшим этапам. Но на сегодняшний момент задача у нас номер один – это попадание в стыковый матч. Сейчас скажу, задача очень непростая, мы все это прекрасно понимаем, все вместе руководство клуба и главный тренер. Ну, хорошо, что футболисты полностью себя отдают в каждой игре, и мы надеемся, что болельщики это тоже оценят. Знаю, что некоторые члены команды снимались в этом фильме. Сейчас посмотрим, какие ожидания будут от фильма. Думаю, понравится. Сергей Владимирович, вы принимали участие в съемках фильма. Сейчас пока до премьеры долгожданной совсем чуть остается. Какие ожидания, волнительные, неволнительные, в двух словах? Ну, конечно, с нетерпением ждали этот фильм. Особенно, наверное, когда вышел первый трейлер. Все, конечно же, стали себя искать, но мы понимали, что нас там не будет. Наши уже и тренеры главные, и спортивный директор посетили закрытую премьеру. Фильм очень всем понравился. Ну, сегодня посмотрим, и мы, конечно, его. Каково это вратарю, ну, или бывшему вратарю, сделать столько рывков по полю, сколько ты сделал во время съемок? Ну, наверное, всю жизнь я к этому и шел, чтобы физически быть готовым. Ну, на самом деле, просто, наверное, это интересно было. Хотя мы, наверное, каждый ожидали, что в нашей... Вернее, в этом фильме наша сцена будет намного больше во времени. Ну, мы никто не знал о том, что это архи сложно просто, вот и все. Поэтому все старались, как бы, но больше я не хочу принимать участие в киносъемках. Борис Андреевич, не секрет, что уже вы были неделю назад на предпремьерном показе, на закрытом Москве. Как все прошло? Расскажите, какая там была атмосфера, как восприняли фильм? Секретов не выдавайте. Ну, мне кажется, великолепно, да? Как у Данила Козловского, может быть? Нам очень понравилось, и сам фильм понравился, и то, что о футболе можно снимать вот так, в таком виде, как это сделал Данила, и то, что переплетение судеб там идет, и то, что, главное, футбольный клуб Тамбов принимает в этом активное участие. Побеждает он там, самое главное. Побеждает команду «Метеорг». Отличается ли быть тренером жизни и тренером в фильме? Для меня нет. Я уважаю всегда своих футболистов, всегда выхожу как на войну против любого соперника, даже в синематографе. И поэтому для меня это и там был тоже поединок, который было необходимо выиграть. Сняты хорошо. Ну, я с Козловского очень люблю и уважаю как актера, поэтому с ним все фильмы, в принципе, хорошие. Искренне, честно, красиво, с душой. Очень понравилось. Хочу пригласить всех на воскресный матч с Шинником и во вторник встречу с болельщиками. Сам лично хочу принять участие, потому что мы должны получать четкую обратную связь. Хотим понимать, что делаем так, что делаем не так и на чем нам предстоит работать. Продолжение следует...